Еще одно видео про остеопороз. Ребята, остеопороз бывает у молодых, у пожилых. Очень важно работать с профилактикой, не допускать дефицита кальция и магния в организме. Особенно не допускать суточного дефицита белка, не допускать дефицита серы, которая является строителем коллагеновых волокон. Также стараться работать с гормональной историей. Мы понимаем, что если есть аминопауза или климакс, или какая-то такая история, которая не очень хорошая, она может вести к остеопорозу. Соответственно, кости нуждаются в кальции. Костная ткань человека на протяжении всей жизни постоянно обновляется. Старые клетки отмирают, на их местах появляются новые. Не надо на этом замыкаться. Забалансированность этого процесса очень сильно зависит от многих-многих моментов. Что нужно знать? Что если у вас уже есть с этим всем проблема, то для усвоения кальция организму нужен витамин D, который нужно принимать по анализам, либо пребывать на солнце, там энное количество часов. Я не думаю, что вы на этом сосредоточены. Из каких продуктов можно получить кальций? Кальций это капуста, яйца, мясо средней жирности, сыры. Ну, в общем, погуглите, и 1000 мг кальция должно ежедневно заходить к вам. Или он просто расходуется. Всем любителям чаев, кофеев большой привет. Соответственно, если у вас нет, вы еще забираете и должны как-то восполнять. Когда мне говорят, я принимаю добавки с кальцием, я хочу сказать, о ужас, потому что сердечно-сосудистая здесь не всегда рада. Это вы должны делать с доктором. Но я, например, принимаю коллоидные минералы. Это ионная форма, усваивается 98%. И, соответственно, бывает, принимаю кальций с магнием в хилатной форме плюс аминокислоты, лизин, серин, аланин, цистеин. То есть здесь история в правильности выбора препарата. То есть если мы понимаем, что на хилатной форме, с аминокислотами, то оно усвоится на 40%. Остальное якобы должно усваиваться с вашего рациона. Кальций, цитрат усваивается вообще 20%. Карбонат вообще 3,5%. И у меня вопрос, можно ли рассматривать известный рецепт с яблочной, с коррупой, лимоном? Короче, всем привет. Это, конечно, ересть. Другой момент профилактика остеопороза – это работа с женским гормональным фоном. Я снимала для вас видео про женский гормональный фон. И, соответственно, это то, что может вам помочь и реально может остановить различные разрушающие процессы в организме. Для остеопороза нужно движение. Вот помимо того, что они говорят, ну я же выпил все капсулы, а теперь пойди поплавай или пойди походи, покрути велосипед, чтобы это все усвоилось и растряслось. Соответственно, остеоплюс, кальций-магнихилат, сера, магниевые разные комплексы я назначаю. И это можно проговорить со своим доктором и, соответственно, спросить об аутоиммунных состояниях и щитовидной железе. Потому что она тоже нуждается в кальций очень-очень сильно. Я пользуюсь только брендовыми панелями и я не доверяю каким-то различным фирмам. Если есть вопросы, пишите. Здесь профилактика, здесь нет лечения и, соответственно, здесь работа с головой. Если вы хотите понять, сколько кальция к вам приходит, куда он расходуется, можете начать это делать в дневнике питания.